Да, мы хотим открыть границы. До сих пор в рамках рабочей группы, руководимой заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России несколько раз проводились переговоры. Об этом президент Азербайджана Эльхам Алиев заявил 14 декабря в Брюсселе в интервью испанскому изданию El País. Основная цель и задача этой рабочей группы — открытие коммуникаций. Несколько этапов переговоров были относительно успешными. Сейчас между Азербайджаном и Арменией есть полное согласие в связи с открытием железнодорожных коммуникаций, и мы начали строить на освобожденных территориях железнодорожные пути в направлении границы с Арменией. В то же время в предыдущие месяцы Армения протестовала против открытия автомобильной дороги, но теперь мы убедили их в неизбежности этого, они соглашаются с этим. Теперь мы обсуждаем юридический режим этих коридоров, Зангизурского коридора, ведущих через Азербайджан в Армению, а оттуда в Нахчеванскую автономную республику Азербайджанской республики. Здесь имеются определенные открытые вопросы. Однако считаю, что обе страны принимают, что это должно произойти, и кстати, в прошлом месяце в Сочи во время трехсторонней встречи по инициативе президента Путина мы приняли заявление, в котором открыто говорится об открытии коммуникаций. Так что это произойдет. К слову, воздушное пространство уже активно. Сейчас самолеты азербайджанских авиалиний, совершающие полеты из Баку в Нахчеван, начали использовать воздушное пространство Армении, заявил президент. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.